Приветствую вас, и начну, пожалуй, с конца, и скажу, что вы восприняли то, что вам было сказано совершенно правильно, действительно, ваша смекалка и сообразительность доказалась на очень большем уровне, раз человек не смог вас прочитать, но далее по тексту вопроса, даду и сказать так, дело в том, что увлекаться психологией это одно, современная наука достаточно популярна, она больше и больше проникает в общественные слои населения, больше и больше людей читают книги популярные и считают себя увлекающимися психологией, и, знаете, это становится модным. На самом деле, как наука, как науку, точнее, психологию знают далеко не все, и поэтому, безусловно, человек, видимо, прочитав несколько книг, вообразил, что можно читать людей и испытал неприятное удивление, когда они смог прочитать вас. Бело в том, что читают людей, скорее эзотерики, какие-то маги. Вот психологи не занимаются чтением, психологи занимаются анализом, психологи занимаются изучением. Анализ и изучение не есть чтение, это есть эвристический процесс, процесс познания. И в психологии, также как и в любой другой науке, используются те же самые методы познания, что и в общем-то в других науках. Это синтез, научно-анализ, статистические данные и так далее, эксперимент и, в общем-то, все остальные методы, которые используются в науках вообще. То есть, именно с читкой здесь нет ничего общего. Дело в том, что книги по психологии популярные, пишутся так и с тем расчетом, с тем заделом, чтобы каждый человек, прочитав эту книгу, возомнил себя кем-то, кто понимает окружающих. На деле, ничего подобного нет и, в общем-то, самое главное, техники, которые используются для этого, опыт, этого ничего, естественно, в этих книгах не дается. Потому что пользоваться ими могут только специалисты и не специалисты делать это довольно опасно. Поэтому ваш человек, который увлекается психологией, он всего лишь на всего слишком сильно поверит в себя. Еще раз, психологи не занимаются чтением людей. Чтением занимаются эзотерики, маги, предсказатели и физиогномисты. То есть, люди, которые по человеческому лицу способны сказать о нем какие-то вещи. Вот и психологи не читают людей, потому что это не научно. Дело в том, что, как и любой другой человек, психолог тоже обладает погрешностями восприятия, это и субъективное мнение, это и, собственно говоря, эмоциональное состояние и прочее. И поэтому, ну, читать людей, мы, как известно, чтение одного и того еще, значит, для разных людей, ознаменует совершенно противоположный результат и основываться на том, что стало наступно из чтения, ну, мягко говоря, недальновидно. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Если вам ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, всегда помогу. Пока, желаю вам всего доброго.